Всем доброе утро! Я тут под звуки саксофона, занимаюсь домашними заготовками, стерилизовала баночки, помидоры. Смотрите, какие у меня еганские красавцы! Желтые и коричневый такой сорт. Сейчас у меня там еще ящик собран. Тут еще баночки стерилизуют. Что я буду делать? Я буду делать сегодня нашу любимую закуску помидорки в желе. Это самое вкусное, что мы едим зимой. Мы маринованные не любим так особо, никакие там салаты. Вот любим кабачковую икру и вот эти помидорки в желе. Уже все приготовила, что мне нужно будет. В комментариях пишите, нужен вам рецепт или нет. Если будет много запросов в комментариях, я тогда под видео вам оставлю рецептик. Пью кофе и приступаю к работе. Это такая у меня передышка из моей любимой чашечки от Кжельского фарфорового завода. Очень мне она нравится, красивая. Так, у меня получилась одна баночка такая, чисто красные помидорки будут. Здесь чисто желтые. Вот тут как муж попросил такую ассорти. Тут красные, желтые и коричневые помидорки. И еще сделаем по полтора литра. Получилось равен 2, 3, 4, 5 коричневых помидорок. Привет. Ну все, последние две баночки я закрутила. Вот только что. А значит по поводу рецепта. Смотрите, вы укладываете в баночку на дно зонтик укропа, несколько гвоздичек, несколько черных перчиков, несколько перчиков пушистых и кольцами лук и порезанный чеснок. Дальше у вас идет слой помидорчиков. Следом опять слой лука чеснока, опять слой помидорчиков, опять слой лука чеснока и вот так все слоями. Все это дело мы заливаем с вами горячим рассолом. Рассол готовится из расчета на 1 литр воды. Вы берете 3 столовые ложки сахара и 1,5 столовые ложки соли. Это из расчета на 1 литр воды. Все это дело вы доводите до кипения и на каждый литр воды 1 столовая ложка уксуса 70%. Вот этим горячим раствором мы с вами заливаем баночки. Предварительно в каждую баночку из расчета на где-то 1,5 литра, если банка 1,5 литровая, я кладу где-то 2 и немножечко еще, но не 2,5, а где-то 2 и 1,3 желатина сухого прям сверху сыплю в банку и сразу же заливаю рассолом. После этого баночки у меня отправляются на стерилизацию. Вот такие 1,5 литровые я стерилизую около 30 минут. И все, после стерилизации сразу же закатываю. Вот такая красота получается. Сейчас это все отправляю под одеялко, а завтра муж повезет в погреб. Вот тут у меня стоят баночки. Я их вот так на ночь укрою в одеялко, а завтра они остынут и муж повезет в погреб. Всем привет, мои хорошие. Я сейчас направляюсь в город. Тыковиный суп получился просто великолепный. Всем советую его обязательно попробовать приготовить. Делается он очень просто, но вместе с темно вкусно. Еще классно будет сверху добавить сухарики, если они у вас есть. А если у вас их нет, можете просто купить готовые уже в пачке. Сегодня по плану у меня поехать в город, заехать в несколько мест. Сейчас заберу свадберис посылку, потом заберу свою посылочку в Сельдобате в Пикпойнте. И заеду на почту, там еще кое-что мне пришло. И самлайд. Я заказала себе самлайд опять украшения себе и Маруське. Обязательно вам все покажу, тем более, что я знаю, что вы такие видео очень сильно любите, поэтому оставайтесь со мной. Я сейчас специально установилась по дороге, на что обратила внимание, посмотрите. Видите, на обочине вот здесь уже лежат желтые листья. Несмотря на то, что погода у нас в Сибири чудесная была с апреля месяца. Можно сказать, для этого, видите листья падают. Вот ветерок падул и прям падают листочки. И вот там вы можете видеть, уже желтые просматриваются. И что я вам хочу сказать. Когда у нас такая ранняя была весна, даже раннее лето, я помню, как мой отец сказал, что будет ранняя осень. Я еще тогда подумала, почему. Думаю, совсем не обязательно, что это за ерунда такая, ранняя весна и обязательно будет ранняя осень. Думаю, нет, 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 такого не будет. А сейчас смотрю, и он был прав. Иногда в сентябре еще нет желтых листьев на березах, а сейчас еще август, и уже они есть. Представляете, все-таки вот, что значит равновесие во всем. И в природе должно быть равновесие, и в жизни нашей должно быть равновесие. И вот сейчас еду, ну, я всегда, когда еду вот по этой дороге нашей, такой лесной, деревенской, у меня всегда такие какие-то интересные философские мысли посещают. Сегодня, я думаю, на тему равновесия в природе, как все действительно продумано. Ведь у каждого живого существа есть определенный жизненный цикл здесь, на этой земле. И деревья с момента распускания первых почек, они тоже имеют определенный свой временной жизненный цикл. И вот сейчас настало время, значит, им уходить на покой на зимний, и они сбрасывают листья. Но я думаю, что даже если они сбросят свои листья, листья пожелтеют, будет все равно очень красиво. Будет тепло, потому что в этом году у нас, надеюсь, будет теплая осень. Как и теплая весна, и прекрасное теплое лето. Ну что, что они будут желтые. Просто другой цвет. И ко всему нужно относиться философски. Ну что, что падают. Меняют цвет. Ничего не меняется, жизнь остается прекрасной. Я вам желаю всем отличного дня, прекрасного настроения. Напишите мне, что вы думаете вообще по поводу смены сезонов. Какую предпочитаете пару? Лето, осень, зима, осень? Что вам вообще нравится в каждом из этих сезонов? Я, поскольку родилась осенью, я осень очень сильно люблю. Но, естественно, лето – это мое самое любимое время года. Я обожаю лето. Я человек лето. Сын мой, например, он человек зима. Он любит зиму, обожает просто. Ну, я думаю, дети многие любят зиму. Потому что зимние забавы, они тоже ни с чем не сравнимы. Ладно, я буду отключаться, потому что я вас слишком уж тут шатаю по этим ухабистым дорогам нашим. В общем, интересно будет знать ваше мнение, как вы вообще относитесь ко всему этому. У нас так небо потемнело. Сейчас, похоже, будет очень сильный дождь. Успеть бы мне до магазина. Ага, только проговорила вам, успеть бы мне забежать сейчас в магазин, как капать начал. По-моему, будет очень сильный дождь. А я уже забрала с ЛДПТ посылочку. Сейчас вот еду в Sunlight, в торговый центр. Ну, ладно. Если что, будем мокрые. Капай, 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 капай. Ай, ножичек. Ну да, такой подъем был положил. Я только что вышла из Sunlight с покупочками. Слушайте, вы не представляете себе. Первый раз такое вижу. Вот они стоят рядом. Три или четыре различных ювелирных магазина. В Sunlight народу было, я не знаю сколько. Ну, вот в этом островке, да, где вот я сегодня была. Ну, не в самом крупном Sunlight. Ну, вот этот островок, да, торговый. Ну, там было человек 15. Три продавца. И покупатели, плюс каждый покупатель еще с кем-то. Рядом стоят вот другие ювелирные магазины. Там вообще никого. Там вообще никого. И вот можете сами делать вывод, где выгоднее покупать и где лучше качество. Я думаю, что вот это, это самое лучшее доказательство того, что в Sunlight действительно классные украшения, действительно низкие цены и вот такое вот качество. Потому что народ не обманешь. Люди сами знают, где лучше покупать, где выгоднее покупать. Пока стояла в очереди, на минуточку, я стояла в очереди в Sunlight. Разговаривали с девушкой, она была с дочкой. Пришли получать бесплатный кулончик им на мобильное приложение. Пришла информация, что они могут прийти и бесплатно получить вот эту вот подвеску. Кстати, ссылку на мобильное приложение я вам обязательно оставлю под видео. Поэтому скачивайте, приходите за подарками. Она говорит, мы постоянно дочке здесь что-то покупаем. У девочки лет 15, потому что она вот, смотрю, примерно такая вот по возрасту, как мой Стас. И смотрю, у нее и бусетики такие маленькие с бриллиантиками, и цепочечка у нее такая, такой крестик тоже, якутские бриллианты. Я говорю, это все отсюда у вас? Она говорит, да. И вот, кстати, вставлены только здесь бриллианты Якутии, только в Sunlight. Поэтому, если вы любите хорошие качественные бриллианты, так же, как и я, то это только в Sunlight. Потому что больше их нигде не продают. Что еще? Вот мои два пакетика. Один вот такой вот смешной, потому что разобрали все пакеты большие. Можете себе представить? Даже пакеты. То есть, потому что очень много народу, сейчас такие шикарные скидки идут в Sunlight. Я говорю, ну что ж, поделать, ставьте в такой пакетик, покажу, как есть. Вот, у меня один пакетик, как вы можете видеть, вот такой темно-синий, с таким красивым шнурком цвета античное золото. И это подарочек для Маруськи, а это для меня. Прежде чем я вам начну показывать, хочется сказать, что сейчас в тренде вот такие вот массивные украшения, цепи, браслеты, кольца. Европа у нас, как ни крути, законодательница мод. И я всегда слежу за какими-то новыми модными тенденциями, будь то журналы, будь то какие-то показы мод. И всегда слежу, что сейчас в тренде, какие украшения. Я себе заказала сейчас украшения, которые в большом тренде. И я думаю, что вам понравится такой вариант. Некоторые стесняются такие вещи носить, но я вот, например, планирую носить это даже на повседневку. Давайте уже с вами откроем, что у меня здесь. Начнем тогда с моего украшения. Здесь у меня будет лежать вот такая вот шкатулка моя любимая, красная. Кстати, в этих шкатулках очень удобно хранить какие-то шейные украшения, браслеты. Они вот так вот лежат у меня дома, все в рядочек, вообще не путаются. И всегда легко что-то взять, найти и быстренько надеть. Открываем. Посмотрите на эту красоту. И это золотой браслет. И да, скажите, вы такие носили раньше в 90-е годы. Сейчас все возвращается, сейчас опять стали в моде вот такие вот массивные украшения на шею, на руки. Музыка 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 Поэтому если у вас осталось что-то с тех времен, то обязательно доставайте и смело носите. Я себе выбрала браслет вот такой из желтого золота, лимонного золота. Мне показался он просто невероятно красивым. Здесь очень интересная застежка. Посмотрите какая она. Она очень надежная. И вот этот вот браслет, когда я выбирала, я показала мужу, говорю, как ты думаешь, такой браслет мне подойдет? Он говорит, вообще классный. Ему очень понравился. Здесь такое необычное плетение. Оно как кружево какое-то. Обязательно поближе покажу все это. Сейчас хочу примерить и показать вам, как оно выглядит. Вы знаете, что я очень люблю смешивать белое золото с желтым, с красным и так далее. Для меня нет никаких в этом плане ограничений. Я не ханжа и люблю носить так, как мне нравится, а не так, как нравится кому-то. Поэтому я советую вам быть индивидуальными и не обращать ни на кого внимания. Носить те вещи, которые нравятся именно вам. Давайте примерим. Вы знаете, очень удивительно, но я застегнула легко, просто на ура этот браслет на себе. Есть браслеты, которые фиг застегнешь, честное слово. Будешь торопиться куда-то на работу и плюнешь на все и не станешь надевать. Вот так он выглядит на моей руке. Это размер 18. Когда я выбирала на сайте, там было всего два размера, 18 и 19. Я очень боялась, что он мне будет слишком большой, но нет. Вы знаете, здорово. Очень классный браслет. Мне нравится. Он классно смотрится. Я в восторге. Что это может быть индивидуально. Что это может быть индивидуально. Сometе цвета будет insulting и слmiş Ditck talvez … А Истинничек объектов и слхлых. напишите мне как вам и вот с этим вот колечком который тоже кстати sunlight это итальянская коллекция сочетается мой браслет просто изумительно что касается моего браслета он тоже сделан в италии произведен в италии это золото 585 пробы размер 18 артикул 828 754 75 кстати для всех своих подписчиков я обязательно оставлю промокод у себя под видео этот промокод дает вам скидку на покупку ювелирных изделий в sunlight обязательно пользуйтесь промокодом и скачивайте мобильное приложение это очень выгодно мобильное приложение позволит вам сэкономить кучу времени вы сможете ознакомиться спокойно в спокойной домашней обстановке со всем ассортиментом вас никто не будет дергать магазине всегда очень много народа sunlight вот сегодня просто какой-то был аншлаг а дома вы спокойно выберите подойдете к продавцу консультанту и покажите что именно вы хотите приобрести я вообще сделала заказ сюда в нашу торговую точку потому что данного браслета в наличии у нас не было и мне пришлось его заказывать он шел где-то неделю вот я спокойненько приехала его и выкупила это очень удобно на следующий подарочек у нас будет уже для маруси и это как вы можете видеть по оформлению бриллианты якутии конечно я восторгиваю вот от этой коробки синий которую они сделали для бриллиантов якутии и здорово что коробка не такая как у всего остального это даже самооформление дает вам понять что это эксклюзив это представлено только здесь sunlight больше нигде вы этого не найдете ну а качество бриллиантов якутии я думаю что она вообще не вызывает ни у кого никаких сомнений и так вот такая красивая коробка золото стразик открываем и тут кольцо для моей маленькой принцессы буквально на днях у меня маруся собираясь гулять достает мою шкатулку с украшениями берет оттуда мое кольцо я говорю доченька это мамина колечко он говорит мама ляля очень хочет кольцо пришлось дать ей кольцо но под присмотром папы потому что папа пошел с ней гулять потом папа конечно же незаметненько так взял это колечко прибрал себе в кошелек но я поняла что моя малышка очень хочет носить ювелирные украшения и я хочу свою даму приучать к ним с детства поэтому я выбрала для нее вот такое потрясающее маленькое колечко она и конечно сейчас большое но сейчас я не дам ребенку носить ювелирные украшения с бриллиантами тем более но когда она станет чуть постарше это будет ее первое кольцо первое кольцо с бриллиантом это 15 размер мне ну конечно даже на мизинчик наверное не налезет вот она как красивенькая покажу вам его поближе артикул кольца 290 99 725 размер 15 вставка бриллиант давайте же покажу вам сейчас марусин подарок вот ее кольцо это желтое золото вставка бриллиант она очень нежная как раз для нежных детских пальчиков вы знаете когда я выбирала вот это колечко для маруси я прочитала очень очень много отзывов именно вот к этой модели и много молодых людей ребят молоденьких выбирали вот именно эту модель колечко в качестве помолвочного для своей будущей избранницы я считаю что это очень здорово оно действительно такое нежное и потом когда они например поженятся очень красиво будет рядом с этим колечком смотреться еще просто обычное золотое обручальное будет очень мило и элегантно это очень красиво как и очень красиво и обучение и элегантно и элегантно